Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса участия адвоката в налоговых отношениях, а именно порядка оформления полномочий на представление интересов налогоплательщика, в том случае, если таким представителем будет выступать адвокат. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Так вот, в данном письме Минфин указал на то, что каких-либо специальных норм, которые бы утверждали какой-то специальный порядок оформления полномочий адвоката, в налоговом кодексе нет. Это означает, что полномочия представителя, имеющего статус адвоката, должны оформляться в общем порядке, то есть адвокат должен иметь доверенность от налогоплательщика. То есть в данном случае иметь доверенность от организации, в случае, если доверенность от физического лица, то эта доверенность должна быть нотариально заверенной. Тут есть определенный спорный момент с индивидуальным предпринимателем, необходимо ли заверять нотариально доверенность, либо нет. Ну, спорный он с учетом положения законодательства, но правоприменительная практика, как Минфин, так и на суды, в принципе, уже однозначно исходит из того, что в том случае, если представитель, в том числе адвокат, представляет интересы индивидуального предпринимателя, то доверенность у него должна быть нотариально заверенной. Ну и в данном случае Минфин делает ремарку о том, что возможность представления адвокатам интересов налогоплательщика на основании ордера налоговым кодексом не предусмотрена. Таким образом, налогоплательщикам, ну и адвокатам, на самом деле, следует иметь в виду данное разъяснение, чтобы в том случае, когда они придут представлять интересы налогоплательщика, чтобы у них не возникло каких-либо проблем, в том числе ситуация, что их не допустят просто-напросто, например, к рассмотрению материала в проверке, либо в каких-то иных ситуациях. Вот, соответственно, это письмо поможет правильно оформить полномочия. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.